Продолжаем. Ксакра. Как вы понимаете, даже простой робот может занимать около 1000 строк кода, 1000 строк XML-текста. И вот ксакра очень часто используется для того, чтобы упростить, создавать более короткие, четкие описания. Также в дальнейшем упростить изменения и обслуживание данных описаний. То есть, например, есть такой параметр как include, когда мы можем разбивать наше описание робота на несколько файлов и потом их просто инклюдить. То есть, include он добавляет. То есть, у нас есть, например, URDF файл, в котором описана нога, у нас есть URDF файл, в котором описана рука, и у нас есть main, какой-то главный файл, в который инклюзится нога, рука, ну и тело, допустим, и они как-то соединяются. Такая модульность помогает, допустим, ногу или руку использовать потом в другом роботе. Нам не нужно будет с нуляк или копировать весь URDF файл, искать, что нам нужно удалять. Мы копируем просто вот этот файл ноги и используем, подключаем его в другом роботе. Также есть такие параметры, как property и macro. Давайте рассмотрим на примере. Например, самый простой случай — это описание property, то есть какой-то константы. Например, в данном случае мы описали white и body-land с какими-то значениями. Как данное описание упрощает поддержку и разработку? Смотрите, когда мы описываем, допустим, визуальную часть, наш цилиндр, мы указываем не конкретное значение здесь и конкретное значение здесь, а мы указываем переменную, которую вот здесь мы определили. Таким образом, в другом месте, если нам нужно такое же значение, мы также ее просто используем. Если вдруг мы решили, что нам, допустим, недостаточно длины 0,6, мы в одном месте исправим ее на 0,7, и во всех местах эта длина изменится. Это стандартный подход в программировании, чтобы не повторяться. Таким образом, мы избегаем ошибок, что в одном месте мы поменяем, а в другом месте мы забудем. Тем более, в XML-файлах не так-то легко ориентироваться, как кажется. Кроме этого, мы можем указывать целые формулы в данных строчках. То есть, например, мы определили диаметр колеса, и для нашего колеса, а нам нужен радиус. Мы вот здесь указываем делить на 2, и все. Ксакра автоматически вычислит и подставит нужное значение. Или что-то более сложное. Вот. И макросы. Макрос — это, по сути, шаблон для того, чтобы использовать в нескольких местах более сокращенную форму. Вот так макрос определяется. То есть, у нас есть какое-то описание и переменные, которые подставляются как параметры в нашем шаблоне. То есть, у нас есть параметр масса, он должен быть задан извне. И здесь он подставится. Допустим, у нас есть разные инерции в зависимости от массы, но мы всегда хотим вот такие параметры. И вот так одной строчкой потом мы можем во всех местах задавать данные инерции. Просто ксакр, дефолт, инершал. И передаем как параметр значение массы. И вот эта строчка трансформируется в... в такие несколько строчек. Удобно, коротко, понятно. Перейдем к SDF формату. SDF, так же, как и URDF, это формат на основе XML. Но он описывает, он был создан для того, чтобы описывать объекты и среды для симуляторов. То есть, как видите, это не описание робота, это описание процесса симуляции. То есть, робота, визуализации роботов и окружения сцены, допустим. А также симуляции управления роботами, окружением и другими частями. Что описывается в SDF? В SDF описывается сцена. То есть, допустим, земля, освещение, небо, какие-то тени. Также можно описать физику. То есть, если мы хотим изменить, мы можем изменить гравитацию. Допустим, это удобно для тестирования роботов на Луне. Мы задаем другую гравитацию, какие-то дополнительные параметры, и у нас робот на Луне. Также в физике мы можем менять временной шаг, допустим, ускоряя или замедляя симуляцию. Это удобно в некоторых случаях для либо более подробного изучения, что происходит, либо для ускорения симуляции, чтобы быстрее получить результат. Также мы можем поменять физический движок. То есть, каким образом вычисляются наши дифуры, интегралы и все, что происходит под капотом у симулятора. СДФ содержит, собственно, описание моделей. Точно так же, как у РДФ, это набор звеньев, суставов, коллизий. Также он имеет описание датчиков, каких-то сенсоров. Источники света могут быть как точечные, так и направленные. И также СДФ формат позволяет подключать различные плагины. Плагины для мира, для моделей, для датчиков, для целых систем, для чего угодно. Плагины больше используются пока для использования в Газебо, так как СДФ формат изначально был создан в рамках Газебо-симулятора. Но достоинство СДФ формата в том, что он пытается абстрагироваться от симулятора и стать полноценным форматом, который не зависит от симулятора. Можете подробнее почитать про формат на их сайте. Чем же отличаются СДФ и у РДФ? У РДФ может описывать только одного робота. СДФ может включать нескольких. У РДФ не может указать начальную позу робота относительно мира или других роботов. В СДФ мы можем это указать. В РДФ также нет объектов, кроме как робота. Мы не можем описать нашу сцену, мы не можем указать источники света, какие-то карты высот, то есть наш рельеф, допустим, задать. В РДФ нет параметра трения и некоторых других свойств. И несколько еще примеров, чего нет в РДФ. Например, описание роботов не может быть изменено в процессе. То есть у СДФ есть, хоть и очень сложная, но есть такая возможность. В РДФ не получится указать структуру с циклом. Допустим, параллельные роботы можно создавать, описывать только в СДФ формате. Нет тега сенсор в РДФ, и все вот это, оно показывает низкую возможность повторного использования РДФ. Потому что если мы, в принципе, робот описали в РДФ, то либо мы используем такой же робот, либо нам нужно описывать робот практически с нуля. КСАКРА частично помогает избежать каких-то таких повторений, но в целом непосредственно РДФ не дает такую возможность. Хорошо, как же тогда использовать РДФ в Газеба? Потому что в России используется РДФ, и мы будем работать с РДФ. Чтобы использовать РДФ в Газеба, нужно завернуть и добавить некоторые специфические теги для работы с симулятором. Также можно указать, добавить элемент Газеба, в который, например, можно добавить плагины для симулятора. На самом деле, под капотом симулятор автоматически конвертирует у РДФ в СДФ, потому что Газеба-симулятор не умеет работать с у РДФ. Таким образом, несмотря на то, что в РОСе используется РДФ, то есть при запуске, при загрузке модели в симулятор происходит такая конвертация. Хорошо, давайте попробуем что-нибудь сделать. Без РОСа и Газеба это довольно проблематично, но есть вот, например, такая ссылочка, в которой можно без дополнительных приложений попробовать смоделировать робота. Давайте перейдем по этой ссылке. Вот мы видим начального какого-то робота. Здесь справа мы можем даже подвигать. Очень удобный интерфейс, да? Вот тут описана наша РДФка. Как видите, немаленькая, да? 500 строчек. Из кнопочек нам нужна, в принципе, только кнопка «Лот робот». Этим и давайте попробуем что-нибудь изменить. Например, по синтаксису, да, вот видите, основной корневой робот, даже без тега, без заголовка XML, в принципе, он не так уж и обязательно. И то, что я вам рассказывал, есть линки, да, то есть, которые описывают какие-то звенья, которые вы видите. Все описано боксами, да? И чуть ниже идут суставы, вот, которые соединяют, например, базовый со следующим, да, и так далее. Вот и все. Давайте попробуем что-нибудь изменить. Да, допустим. Изменим Origin, да, то есть переместим базу на один метр. Автоматические изменения не применяются, поэтому нажимаем кнопку «Лот робот в RDF». Как вы видите, база по X, она уехала на один метр. Да, это, наверное, не то, что мы хотим в нашем конечном роботе, вот, но мы играемся, мы смотрим, как это все работает. Также можем попробовать ее повернуть. Ну, допустим, на один радиан. На один радиан, это сколько? Вот, его повернули. Для красоты можем 1,57 поставить. Это 90 градусов. Оп, видите, ровно 90. Вот, можем попробовать даже вернуть его на место. Как это будет выглядеть. Да? Вот, точно так же мы можем играться с размерами, я думаю, понятно, с цветами, со структурой, да, то есть мы можем, допустим, этот, вот. А что, давайте базовый. Ну, ладно, базовый мы не будем удалять. Мы удалим какой-нибудь. Вот, вот, даже закомментирован линк для каких-то глаз. Вот, можем убрать, допустим, антенну. Да, вот мы возьмем антенну. Как думаете, что произойдет? А, робот исчез. Как думаете, почему? Потому что урбевка наша сломалась. То есть, робот не может быть отображен. Мы линк, звено убрали. А джоинт, который связывает... Давайте его найдем. Вот, наша антенна. Шолдер. Торсо. Вот. Наш джоинт, который соединяет голову с антенной. Он все еще здесь. Но, так как у нас этого звена уже нету, то программка не может отобразить данную RDF. Если мы джоинт тоже уберем, то, наверное, где-то еще что-то осталось. Ну, давайте попробуем перезагрузить. Видите? То есть, тоже не всегда получается. Чтобы понять, можно сейчас много чего изменять, да, и расстраиваться, что у нас что-то не получается. чтобы понять, что происходит, лучше, во-первых, делать итеративно. То есть, что-то изменили, посмотрели. Если что-то сломалось, значит, наверное, последнее действие было не совсем верно. Поэтому попробуем с помощью Ctrl-Z, допустим, вернуть. На это действие нам ничего не даст. Вернем еще и линк, да? Он появился. Где у нас линк? Вот он появился. И пробуем отобразить. А, нет. Похоже, после того, как мы сломали робота, наверное, видимо, нужно перезагрузить страничку. Давайте попробуем теперь еще раз убрать антенну на вот эту маленькую. Потому что в середине убрать намного сложнее, как вы понимаете, элемент. Вот мы ее удаляем. И сразу удаляем джоинт. Так, где наша антенна? Вот наш джоинт антенны. И попробуем загрузить. Оп. Видите, загрузил. Загрузилась модель без антенны. То, что мы хотели. Вот. Поэтому поиграйтесь в составлении своего робота. Ничего сложного в целом нету. Вот. А на следующей лекции мы посмотрим более подробнее симулятор. загрузим какую-нибудь модельку и посмотрим, как работают другие элементы URDF. Такие, как коллизии, пересечения, инерции и так далее. Всем спасибо. Хорошего дня.